Привет, друзья! С вами Любомир Борода. Сегодня я хочу поговорить с вами о такой теме, как фурнитура для браслетов. И не то, что просто фурнитура для браслетов, а фурнитура в моих браслетах. Почему я решил поднять эту тему? Потому что очень часто от вас приходят вопросы о том, чтобы купить у меня фурнитуру отдельно от моих браслетов. И я вам всегда говорю нет. Почему? Давайте рассмотрим этот вопрос. Наверное, многие из вас заметили, если внимательнее, я делаю фурнитуру, заказываю фурнитуру у моих друзей, которые воплощают мои мысли, образы, которые я до них доношу, в вот эти самые застежки и бусины. И если вы заметили, то они все примерно взаимосвязаны, все несут в себе какую-то определенную тему. Каждую бусину я могу объяснить и рассказать, почему я выбрал именно такую бусину, а не какую-либо другую. И опять же, вы, наверное, все могли заметить, то, что я не мешаю религии, я не мешаю мировоззрения людские. И, соответственно, все, что есть в моих изделиях, есть мой взгляд, так сказать, на мир. Мое миропонимание, мое вдохновение и мое, наверное, восхищение. Все, чем я восхищаюсь, то, что меня радует, то, что мне нравится, как я вижу этот мир, я переношу в своих изделиях. Поэтому продать кому-то застежку, это то же самое, что, знаете, попросить у компании Адидас продать вам, например, язычок от кроссовка. Или, например, подошву, чтобы нашить свою. Вам же компания не продаст элемент своего труда, элемент своей модели, своего творчества, цельного, так сказать, материала, продукта. Так и я не могу подарить кому-либо или продать часть изделия. А если рассматривать уже сами браслеты, саму фурнитуру, что она для меня несет, могу попробовать объяснить вам вкратце, сильно не углубляясь в историю. Потому что, кто ищет, кому интересно, тот и сам всегда найдет. Но давайте, например, рассмотрим тот же один из первых браслетов, первая моя застежка, которая называется варяг. Что такое варяжская Русь? Что такое варяги? Кто такие варяги? Что это за люди? Чем они занимались? Каким богам они поклонялись? Какие законы они чтили? Как они относились к природе? Если мы просто рассмотрим, почитаем книжки про этих достойных и крутых наших предков, то, наверное, мы поймем, почему я выбрал образ именно варягов для своего первого стартового браслета. А не какой-нибудь шимпанзе. Соответственно, едем дальше. Викинг. Собственно, практически все то же самое, только немножко другая территориальная принадлежность, грубо говоря. Я восхищаюсь настоящими мужчинами, людьми чести, людьми, которые не предают своих богов, которые верны своим законам, своей земле, которые могут за себя постоять и которые могут служить примером для всех окружающих их, так сказать, людей. И быть достойными своих предков. И давать из глубины веков примеры для подражания нам, нынешним обывателям земли нашей. Есть бусины, которые многие называют казаком. Я же изначально закладывал в нее прообраз и наше видение князя Святослава Хороброго. Также, опять же, те же самые эпитеты. Кому, опять же, интереснее и глубже, может копнуть, почитать, понять, почему именно Святослав Хоробрый, а не кто-либо другой. Вот, касаясь бусины бородатого черепа, это не просто череп с бородой, который, так сказать, модный сейчас, да, хипстерский бородатый элемент, а это как раз в моем понимании символизирует, череп символизирует чистоту, чистоту мысли, чистоту души. То есть, это мы сами без наших масок. То есть, когда мы отбрасываем от себя все маски, остается голая сущность, остается именно то, что мы называем, наверное, нашей совестью, чистотой. Это внутренний диалог самим с собой. То есть, это не то, как видит тебя окружающий, а то, как видит и знаешь себя ты сам, и пытаешься сам себя познать. Вот, в моем понимании, череп – это осуществление неподдельной, нелицемерной реальности. А бородатый он, потому что именно я сам с собой наедине всегда бородат. Модно это сегодня, не модно, но я носил бороду, я ношу бороду, и я буду носить бороду, потому что это мое, вот, собственно говоря. И для тех людей, которые, как бы, считают себя такими же, и посвящается, так сказать, этот браслет. Правда, покупают его все подряд, но смысл заложен там такой. Молот и торы, секира перуна – это орудие наших богов. Это орудие, с помощью которых мы приходим, идем к своей цели, пытаемся добиться поставленных задач. Это орудие, которое помогает нам в борьбе со всеми невзгодами, со всеми лукавыми путями и дорогами. То есть, это такой вот, так сказать, инструмент, который укрепляет наше рвение к победе. Индеец – последняя бусина. Почему индейец, вроде, да, какой-то там краснокожий, вроде и вообще американец. А в индейце, друзья, заложена, опять же, вся чистота, непреломность, вера к родным предкам, к своей земле. То есть, это тот народ, народ коренной, то есть, коренной народ Америки, который до сих пор, живя в резервациях, чтит своих предков, чтит свою традицию и живет так, как жил. И не сломился до сих пор. То есть, индейец – это ого-го, а не какая-нибудь фигня. Вот. Но это вкратце, а уже практически на восемь с половиной минут, такая вот история с моими бусинами, с моими бусинами, с моими пряжками. Поэтому, друзья, ну, как я могу продать вам часть, так сказать, себя? Нет. Можно продать только в изделии. Полетя в такую работу, вкладывая в нее свою энергетику, свое видение и понимание мира, я делаю для вас интересную и значимую, можно даже сказать, сакральную вещь. А если вы купите какой-то кусочек от того, что делаю я, какой-то элемент, от этого не будет никакого понта, никакого интереса. То же самое, как покупать, например, браслеты из паракорда с молотом Тора в той же лавке, где, например, продаются браслеты с бусинами, которые написаны «Спаси и сохрани». Или там с православным, например, крестом. Собственно, вы сами вправе понимать и делать свой выбор, свой путь. Если у вас в голове каша, то, блин, ну, не пишите тогда мне просто вообще никакие сообщения, потому что, ну, я просто, грубо говоря, буду посылать вас куда подальше. Мне просто вот неинтересно. А если вы идете каким-то своим путем, верны своим традициям, у вас есть какие-то ценности, то я не думаю, что вы будете писать глупые вопросы. Возможно, какие-то уточняющие, но не глупые. Вот. Такая вот получилась беседа. Не знаю, может, я кого-то и задел. Ну, друзья, быть добру, чтобы все у вас было хорошо. И прежде чем задавать такие вот вопросики, подумайте, стоит ли их задавать. Всего хорошего. С вами был Любомир Борода. До новых встреч, друзья.